Однажды, на зимних каникулах, мы поехали погулять в парк. Снимать мы ничего не собирались, но увиденное нас вдохновило. Мы идем под изручевую долину. Тут красиво, полно снега, он везде. Мне это, честно говоря, очень нравится, потому что я снег очень люблю. Его можно вот так вот собирать и кидаться. Снега было действительно огромное количество. На север Чехии мы ехали из теплой южной Моравии, поэтому кое-кто не был готов к такой погоде. По-моему, это отличная идея была взять кроссовки в такой снег. Не сказал бы я, что мне холодно, но, честно вам скажу, очень скользко, ибо подошва в кроссовках не предназначена для похода по снегу, но как будто мешает, собственно, не упасть потока. Народный парк безручево-долина или безручево-удоли, если на чешском, находится в Крушных горах у города Хмутов. Долина занимает 6,5 тысяч гектаров и растянута на 13 километров в длину. Названа она в честь чешского поэта Владимира Вашко, который писал под псевдонимом Петер Безруч. Когда-то здесь добывали серебро и другие металлы, а с 19 века по долине прогуливались чешские дворяне. Мы же выбрали совсем не дворянский путь. Ну, короче, мы можем тут закончить сейчас и поехать домой, короче, я так смотрю. Видишь, я собрался. Ну, давай, специалист, расскажи, что ты нам хочешь сказать. Ну, что? Ну, я выбрал самую примитивную дорогу. И все. Леночка, вон туда вот вторая нога. Влево. Не. А как же комментарии? У меня вот такие глаза не пуганые. Мы узнали, что в долине издавна стояло три мельницы. Конечно, мы захотели их найти. На первой мельнице делали муку для близлежащих поселений. Впоследствии в этом месте сделали пансион. Сейчас мы нашли эту мельницу довольно легко и очень вкусно в ней пообедали. До второй мельницы пришлось пройти через много мостиков. Но нашли мы ее быстро. Раньше здесь была лесопилка. В нижних зданиях жили рабочие, которые занимались строительством плотины неподалеку. Идти до третьей мельницы нам не очень хотелось. Но задуманное нужно притворять в жизнь. Поэтому, давая по пути концерты, мы героически пустились в путь. Временами приходилось сверяться с картой. Как все тем длин написано там. Он вообще уже пустит. Потому что мы вот возле вот этого вот перехода. Получается, что мы уже пришли, наверное, держи этого чуть-чуть. А вот это, наверное, все тем длин. Решив, что здание в кустах и есть третья мельница, мы со спокойной душой пошли назад. А она это была или нет, было не так и важно. Мы идем обратно. Я боялась, что будет нечего снимать, но оказалось, что тут красота и есть что снимать. Мы дошли, предположительно, до третьей мельницы. Удостовериться в этом нам не удалось, потому что на самом деле устали. Но видели какое-то на горизонте здание, решили, что вот оно, это и есть третья. А сейчас идем назад. И надеюсь, что очень быстро придем. Потому что хочется в машину. Ноги мокрые, холодные. Но много очень впечатлений. Ну, а я думаю, что мы вернемся достаточно поздно, потому что у меня сильно болят ноги. Пока. Субтитры подогнал «Симон»